Что касается ситуации с Навальным, то она сама по себе достаточно нелепа и смешна. Давайте вспомним предысторию. Навальный ввел в оворот термин партии Жульков-Ворот. В результате эта самая партия Жульков-Ворот дает ему голоса для того, чтобы он прошел и боролся с оставленником независимым. На самом деле мы прекрасно понимаем, что Собянин это оставленник власти. Таким образом возникает уже некое чувство не очень чистоплотной игры. Второй момент связанный с самим уголовным делом Навального и двумя приговорами. Если все дело было сфабриковано для того, чтобы немножечко остановить человека, подержать его на веревке и сказать ему, ты перспективный может быть человек, но ты подумай, у тебя все-таки жизнь, а не карточная колода в руках. Поэтому ты веди себя осторожнее. Это было предупреждение. А второе, предупреждение понял? Понял. Ну вот видишь, мы тебе даем условно. Но ты должен знать, что в любой момент мы можем тебя переквалифицировать на нечто другое. Поэтому ты играй в ту игру и по той партитуре, которую тебе предлагается. Вот такой банальный поверхностный мещанский взгляд на ситуацию складывается очень у многих. На самом деле здесь была ситуация, когда не очень опытный человек, вступая в политическую серьезную игру, не обладает должным пониманием и умением ориентироваться в этой политической игре. И как следствие этого становится просто не игроком, а игрушкой. Спасибо. Спасибо.